Всем привет! С вами Ксения Ильи. На календаре среда я снова рада приветствовать вас на моем канале. А вы уже слышали о такой технике, как летающая вырубка? Заинтриговала? Сейчас я вам расскажу, кто это придумал и как это делается. Приступим! Я уже давно ищу повод взять в руки эти акварельные маркеры. И пока мои мальчики читают книжку, мы с вами сделаем очень быструю и простую открытку. Я уже все подготовила для того, чтобы процесс ее создания не занял много времени. И сегодня мы сделаем технику, которую придумала Кэтрин Пуллер. Называется летающая вырубка, если дословно ее перевести. Мне очень понравилась эта идея. И сегодня мы с вами попробуем. Для того, чтобы техника удалась, естественно, нам нужны ножи для вырубки. Я буду использовать сегодня вот такие чудесные снежинки АW Plus 9. Зимой без них, как без рук. Приступим! Первое, что я хочу сделать, это придать цвет нашей основе. Потом именно такого цвета будут наши красивые снежинки. Как вы видите, я не слишком плотно покрываю нашу бумажечку цветом, потому что потом мы побрызгаем сверху водой и случится магия. Один из моих любимых моментов. Я просто обожаю маркеры именно за этот момент. Мы можем брызгать до тех пор, пока нас не будет устраивать наш фон. Если слишком много воды или слишком ярко, мы всегда можем собрать лишний цвет салфеточкой и добавить еще цвета. Прям по мокрому. Пока наш красивый фон сохнет, мы перейдем к следующему шагу. Сделаем вырубку наших снежинок. Расположим их так, как нам хочется их видеть. Вырубку мы сделали. Теперь достаем основные элементы из нашей основы. Я забыла упомянуть, что использую акварельную бумагу с маркерами от ZEEK акварельными, потому что именно на акварельной бумаге они смешиваются идеально. Итак, для того, чтобы техника летающая вырубка удалась, нам нужен еще кусочек прозрачной пленки. Мы этот кусочек прозрачной пленки вырезаем прямо под размер нашей центральной панели. И на этот кусочек пленки мы потом будем приклеивать наши элементы. Но мы не будем вкладывать сюда остальные кусочки мозаики, а оставим так, как есть. Потом приподнимем эту панель, и будет ощущение, что вырубка как будто бы парит в воздухе. Сейчас все увидим. Сначала приклеим нашу пленку к основе. А теперь начинается все самое интересное. Мы будем приклеивать нашу снежинку прямо к пленке. Одна снежинка готова. Вторая снежинка. И теперь у нас создается впечатление, что снежинки парят в воздухе. Прежде чем приклеить нашу заготовочку к основе для открытки, нам нужно поставить надпись. Надпись я буду делать чернилами от Ranger. Шикарный оттенок. Сегодня я использую штампы от Team Craft. Выравниваем по центру. Приклеиваем. Финальный штрих покрыть снежинки прозрачным глиттером Wink of Stella. Вам на камеру, наверное, не очень хорошо видно, но все снежинки блестят, как будто они настоящие или покрытые инеем. Ура! Скоро Новый Год! Ну и куда же без моих любимых пайеточек. Мне показалось интересным спрятать пару пайеточек под снежинки и клеив, как всегда, на свой любимый Glossy Exit. Наша открытка готова. Надеюсь, вам понравилась эта техника. Спасибо, Кэтрин Пуллер, за то, что она придумала. Благодаря технике летающая вырубка, открытка становится более воздушной, более легкой. И сразу возникает вопрос, как мы это сделали? Мне будет очень приятно, если в комментариях вы дадите ссылку на те работы, которые вы сделали с помощью этой техники. Жмите «Мне нравится». Увидимся через неделю. Пока!